мур привет друг это зверько и сегодня будет гайд по психологии нежданчик да это будет длинный рассказ налей себе чаю а спонсор этого видео я сам хочу сообщить что в моей группе вконтакте продаются скины и boost ссылка в описании онлайн игры основаны на соревновательной механике и соответственно множество людей играют на результат ранг количество звезд и у кого-то получается продвигаться быстро и легко а кто-то набивает бы и берет количеством но основное препятствие на пути к победе тильд тильд это негативное состояние которое ухудшает навыки игры и мешает игроку принимать верные решения а тут как фехтование кто совершил больше ошибок тот и помер сегодня я хочу рассказать тебе как возникает это чувство и как с ним бороться многие думают я не тильтую просто союзники всегда тупые возможно но из-за тильта ты можешь лишиться шанса на камбэк и проиграть так что послушай мало ли поможет если ты играл достаточно долго в mobile legends или другие моба игры то знаешь насколько токсично все это сообщество по своей натуре и как часто начинают оскорблять окружающие появляется один или несколько игроков которых не устраивает пик не устраивают тиммейты не устраивает погода за окном да еще кот в тапки насрал он начинает тильтовать и играет бой от боя все хуже и хуже этот отрицательный настрой он вываливает в чат и плохой игрой усугубляет поражение а это уже заставляет тильтовать других игроков и вот уже недовольны несколько игроков а ведь эта игра ее задача доставить удовольствие игроку на практике мы даже в контакте видим отдельные группы для выливания негативных эмоций так как с этим бороться вообще тильт эта эмоция неоправданных ожиданий человек ставит для себя планку который он не достигает то есть когда человек начинает бой он ставит цель победить и ожидает хорошо отыграть а основная цель соревновательных игр быть лучше других как в принципе и в жизни соревновательные игры подкармливают этот соревновательный дух у нас тут есть звание ранги звезды популярность лайки процент побед урон и много еще разных ачивок которыми люди любят размахивать друг перед другом человек начинает бой с определенным представлением своего скилла игры ведь команда гранда в курсе что имеет малые шансы против команды мифов даже в официальной группе с моего планирования дэзи проводила соревнования где выставлялись ограничения опытным игрокам а малоопытные были вольны играть как хотят и так человек считает что должен быть лучше других игроков и выстраивает определенные ожидания выиграть он же это заслужил и того в бою 10 человек с твердым намерением победить и когда что-то идет не так ожидание не сбывается победы нет а значит он не сильный игрок а значит все время приведенное в игре и потраченные силы все впустую под этим ощущением появляется расстройство когда идет несколько поражений за короткий период складывается ощущение что все усилия которые ты вкладываешь не приводит к желаемой цели и вот оно ощущение бессилия тильт вот очередной бой человек уже на негативе и не способен трезво оценивать и обдумывать тактику и стратегию ему кажется что все его усилия ни к чему не приведут а вдобавок еще пик не тот и союзники криворукие и вот почему считается что на высоком рейтинге почти все чсв и более токсичны но давай возьмем достойных мификов они чего-то достигли своими силами и уверены в своей победе и тем больше они тильтуют с поражения приведу пример даже себя хоть и не люблю это делать если я поднимаю ранг менее чем 70 процентов побед мне кажется что я медленно продвигаюсь и начинаю раздражаться я даже убрал ник потому что вражеская команда в пятером или в четвером гоняются за мной и я уже не могу эффективно влиять на исход боя но стоит мне поставить игру в которой я нифига не понимаю например апекс и все веселье и пострелушки потому что до освоения игры у человека нет требований к себе а у меня очень высокие требования к самому себе и посмотри на игроков в мл которые тоже только начали играть тоже просто получают удовольствие они не переживают из-за поражения и им легче играть сподряд несколько боев так и и на соревнованиях новички не бугуртили с поражения профессионалом а у профи наоборот был бомбеж простите ребята из песни слов не выкинешь хотя честно сказать не думаю что они меня смотрят конечно ожидать победы это естественно для человека но я скажу такую вещь которая поразит некоторых людей поражение в соло рейтинге не ставит под сомнение опыт и скилл потому что игра командная многим кажется что если игрок сильный он выигрывает все подряд а вот и нет не выйдет побеждать все подряд даже если играете трое в группе и два рандома проигрывают все даже самые опытные и профессиональные игроки особенно если играют соло даже сильному гангеру про убийцы и так далее нужно чтобы его прикрыли помогли в убийстве или хотя бы просто пропушили линию многие люди все время недовольной командой стрелок фидит убийца не гангает танк вообще дурью в лесу мается да такое часто бывает поэтому все дружно тильтуют начинается оскорбление в чат это же банальное самооправдание ведь проиграл не потому что я плохой а потому что команда подвела что я часто вижу человек тактически делает фигню не играет с командой и соответственно часто дохнет и обвиняют всех на свете чтобы не дай бог не подумали что он плохо играет хрен там чувак мы видим и возможно да кто-то ему не помог хотя мог бы но этот человек начал тильтовать и раздражать команду ухудшая их внимание и обрезая желание помочь ему же при том он сам отвлекается сам себя заводит и начинает совершать все больше и больше ошибок а в следующий бой он заходит заведенным и его бывшие союзники тоже и опять этот человек будет искать оправдание в плохой команде и все начинается по кругу он совершает ошибки ошибки приводят к поражению а значит основная цель не достигается что же делать отказаться от ожидания победы невозможно отказаться от осознания своего скилла тоже а значит тебе надо сменить цель например побеждать не в каждом бою а просто чаще победить везде невозможно просто играет на полную силу независимо от того какие союзники и какие враги ведь порой команда союзников сильнее и вы побеждаете а порой команда противников сильнее но тут есть один постоянный фактор это ты сам каждый раз играя за двоих ты увеличиваешь шансы на победу твоя цель должна быть самосовершенствование улучшай свой скилл чтобы допускать меньше ошибок если ты играл на все 100 но проиграл то незачем напрягаться свою задачу ты выполнил ругаться над тиммейтов бесполезно кто ты им ты же рандомный игрок единственно можно попросить пропушить линию или собрать нужный предмет вовремя порой удавалось вытащить гадку когда получалось убедить стрелка купить ветер природы против физика убийцы или убедить мага в нужде антихила оскорбляя людей получишь ответ словишь тильт и следующем бою вот этих союзников уже не будет а ты начинаешь стиль том при нескольких поражениях подряд можно выключить игру и отдохнуть если все же хочется играть можно сходить в режим боя и расслабиться там или еще какой не основной режим и так играй на полную следи за своими ошибками и развивайся незачем желчи выливать наружу от этого только хуже а на этом все получилось на редкость длинное видео но если она кому-то поможет моя цель будет достигнута что думаешь о тильте ты напиши в комментариях подпишись на канал и поставь свою чудесную лапку пока друг а